Будем угадать волшки? Слепую! Ну а приз какой мы сделаем? Если я выиграю, то на неделю с тобой поменяю с телефонами. Только тогда, если выиграю я, то мой телефон согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а, вот мой где телефон. Сереж, мне мой телефон нужен. Мам, еще пять минут. Что пять минут? Мне мой телефон нужен. Поиграй на своем. На моем села батарея. Я чего-то не поняла. Ты что, столько играешь? Хватит. Мам, ну ты мне запуск нарушила. Сереж, ну сколько можно? Мы дню и ночью играем в твои бейблейды. Я уже на ощупь могу каждый твой бейблейд определить, из какого он сезона и как он называется. О, а это идея. Что ты уже придумал? Мам, давай снова устроим челлендж. Будем угадать волшки? Слепую. Да, а это реально крутая идея. Я согласна. Но приз какой мы сделаем? Если я выиграю, то на неделю с тобой поменяйся телефонами. Ты будешь на моем телефоне работать, а я на своем. То есть на твоем. Ну ладно. Только тогда, если выиграю я, то мой телефон ты не возьмешь целую неделю. Согласен. Давай начинать. Так, что? Снова маски? Держи. А это мне. Так, ну давай ты первый и начнешь. Ты придумал челлендж, ты и начинаешь. Я тебе подлаживаю волчок, а ты его на ощупь должен угадать. Забыла уточнить, мы играем на 10 очков? Да. Все, договорились. Первый волчок. Вот такой. Вот мама кладет. Этот волчок очень сильный. Он подрежуился, я помню, был. Это же... Да, это очень сильный волчок наш, любимый. Это точно Актово. Он даже 4 сезон побеждает, этот волчок. Актовое ты. Это твое окончательное решение? Этот волчок ты не мог поделить вместе с Владиком. Вы не могли его поделить. Он нам обоим так понравился. А я помню, еще я скажу... Сережа, Сереж, а ты сейчас сосредоточься. Вспомни, кто у нас очень кругленький, ровненький и большой. Еще желтый. Да, желтый. Это же как-то октавор, походу, четыре. Ты путаешь название. Вспомни, как его зовут, этого волчка. Гауда, мгновенный. У них просто похожи очень, Сережа. У них очень похожи с рактавором. У них очень похожи наконечники. А ты, если ты определяешь по наконечнику, да. Ну, не надо определять по наконечнику. Ты щупай и сам волчок. Так, теперь мамы на очередь. Мама, закрывай плотки. Одно очко у Сережи. Следующая мама. Давай, можно. Так. У них желтый наконечник. Не надо мне подсказывать за желтый наконечник. Он такой, похож на Непстриуса. Точно, угадала. Да? Да, представляешь, мама угадала сразу же. Потому что у него, я помню, что у Непстриуса очень такие закругленные были вот края. И я как-то пощупала и подумала, что это Непстриус. И я, ребят, угадала первое очко у мамы. Один-один. Следующий Сережа. Давай, эти убираем угаданные. А мне чур ложишь в желтой ека? Нет. Чур, я тебе положу кого захочу. Ладно. Ты же должен угадывать о них. Подглядывать. Закрывай глазки. Я что, буду спрашивать тебя, как он светлый? Так, интересно, угадаешь ты этот волчок или не угадаешь? Где он? Вот он. Икс калюз, икс три. Сразу же, ребята, одно очко, Сережа. Икс калюз, икс три. Ребята, Сережа угадал его сразу. Итак, ребята, мы все волчки выстраиваем. Вот угаданные. Выстраиваем тут рядочек. Чтобы вы видели, какие волчки мы угадали, а какие не угадали. Следующая, мама. Давай, не волчок. Так. Ну, я чувствую, что тут нету накладки. Это значит, волчок либо из третьего сезона, либо из первого. Потому что только во втором сезоне были пластиковые защиты на этих, на силовых дисках, да? Так, тут четыре крыла. И посрединке какой-то металл. Это, наверное, Луинер Л4, правильно? Это твой Луинер. Да, Луинер Л4. Итак, ребята, у мамы второе очко, два-два. Мама угадала своего Луинера. И мы его положим сюда же. Следующий, Сережа. Закрывай глазки. Так, а вы же тебе такого положить? Не спеши, пожалуйста, с ответом. Это сложно тебе будет угадать. Но с ответом, пожалуйста, не спеши. Я показываю сейчас ребятам. И даю тебе, внимательно пощупай наконечник и внимательно пощупай... Джинниус! Джинниус, сразу. Молодец, Сережа. Потому что, ребята, нужно быть внимательным. И Сережа пощупал, что энергетический диск у него поднимается вверх. И он сразу угадал, что это Джинниус. Джинниус легко угадать. А то у него... Счет становится... Три, два. Мам, не знаю. Так, теперь мама. Итак. Так, ну это что-то похожее на меч. Это Икскалиус, Икс два? Нет, Икскалиус, Икс один. То есть из первой сезона. Нет, это Икс два. Да, Икскалиус, Икс два. Он же так и назывался в упаковке. Икскалиус, Икс два. Вот, ребят, мама угадывает. Чет становится три-три. Дальше Сережа на очередь. Да. Закрывай глаза. Сережа, будь внимательный. Не спеши сразу с ответом. Кто Сережа... Ребята, Сережа очень любит спешить. Быстренько сказать. Но нужно обязательно пощупать его сначала. Так. Пощупай сразу и наконечник, и силовой диск. Понял? И энергетический. Сразу же не говори быстрого ответа. Потому что у нас три... Ты знаешь, что у нас три сезона волчков. Подождите, ребята. Вот, посмотрите, какой волчок у нас. Сейчас Сережа угадывает. Экскалиус... А, лунная, походу, твой. А, волтоек вспомнил с третьего сезона. Волтоек, правильно, с третьего сезона. Сережа, как всегда, ребята, палит очень быстро, но потом исправляется. Сережа, нужно сразу щупать. Ты же говорил, что ты, вот, по кругу и плюс наконечник. Мам, я пощупал наконечник. Вот. Почему? Я понял, что это волтоек. Сережа, почему я тебе и говорю, не спеши, а трогай сразу все детали. Чтобы ты понимал, какой волчок. Итак, ребят, счет 4. 4-3. Теперь мамы на очередь. Давай. Крышки. Так, надо обязательно, ребят, попробовать все детали. Ну, у него наконечник, как звездочка. Это, наверное, лунер L2. Да, походу, да. Да, мама угадала. Наконечник у звездочка. Мама запомнила, что у него вот такой вот наконечник звездочек. Итак, счет становится, ребят, 4-4. Мама угадывает лунера L2. Ой, остается много волчков. Но остается очень много сложных волчков, ребят, которых очень тяжело угадать. Сережа на очередь. Счет 4-4. Так. Так как Сережа очень сильно спешит, я думаю, что сейчас он волчка угадать не сможет. Вот такой вот. Вот такой, ребят, посмотрите. Посмотрите, какой волчок. Вот. Какой у него цвета? Цвета? Низка. Помни, это волтоек L2. То есть, это L1. Вот, волтоек V2. А. Отлично. Да. Вот, который светит. Правильно. Как ты угадал? Я не могу не поменялся. Как ты угадал? По наконечнику, что он такой широкий? Я чуть-чуть дотомился до этого. До этого я вспомнил, что у него большой наконечник. Молодец. По наконечнику угадал. Ребят, Сережа угадал волтоек осветящегося. И счет становится 5-4. Мама. Мама на очередь. Сейчас этот волчок. Ой, ты точно не угадал. Покажи ребятам. Так, теперь мама. Ммм, такой наконечник у него. И защита. Это, наверное, Doom Sizer D3. Нет. Мама проиграла, ребята, один. Это Когнайт. И счет становится 5-4. Мама отстает на одну очко. Я думаю, что на это же мама поиграет. Ну, я надеюсь выиграть. Я же не хочу без телефона быть целую неделю. Мне твоим телефоном неудобно. Так, что ты там чего? Как же тебе такого? Ребят, смотрите, кого я кладу Сереже. Вот так вот. А я вам какого цвета и из какого сезона? Это ты скажешь сейчас. Внимательно. Это же ведь из второго сезона. Это где-то... Внимательно. Забыл его название, и все. Наконечник у него с... С шариком пластиковым, да. Вспомнил, Вайбран. Вайбран, да, молодец. Счет становится 6-4, ребята. Вайбрана Сережа угадывает. Дальше мама. Теперь маме ручки его. Так. А у него тут... Сейчас пощупаю. Это, наверное, вот... Вот это теперь Роктобор и Р-3, скорее всего. Да, у него тут закрулинки такие, я их узнала. Все, мама угадала счет 6-5. Всего на одну очку отстаю. Ну, может, ты сейчас проиграешь, и я все-таки выиграю свой телефон. Я не хочу без него неделю быть. А я поехала. Закрывай глазки, закрывай глазки. Я все очки угадаю, ты лишь один не угадала. Ну, я лишь один, я тоже хорошо играю. Так, что же тебе такое-то? Будь очень внимательным, Сережа. Смотрите, ребята, какой волчок. Сережа будет тяжело его угадать. Но я думаю, что он не будет спешить со светом. Он с точками. Это зеленый витон. Как так быстро? Я даю ему очки. Ты услышал, что у него тарахтит? Нет, я подщупала вот эти красные точки, вот эти красные. Молодец, правильно. Нужно щупать, правильно, нужно потрогать все детали, и только потом говорить ответ. Ребята, Сережа угадывает, счет становится 7-6. Мама отстает на одну очку, моя очередь угадывает. Так. Это у нас... А вот это точно Думсайзер. А это какой? Д3. Наверное, да. Я знаю, что увидела. Я никогда не видела, у Думсайзера тут коса движется. Ты видел? Да. Смотри, коса, оказывается, движется у Думсайзера. Я в шоке. А мы с тобой его не распаковывали? Это что у нас Макдональдский Думсайзер, да? Хэппи Мил, ребята. Да. Думсайзер от Хэппи Мил. У него вот что есть. Да, у него движется коса, ребята. Итак, ребята, счет становится у нас... Счет становится 7-6. И мы продолжаем. Следующий Сережа. Остались очень сложные волчки, Сережа. Точно, я угадаю. Будь очень внимательным. Вот смотрите, ребята, какой волчок. Да. Сережа угадывает. А где он лежит? Эм... Я забыл жить его название, точно. Да? А ты точно угадаешь? Это волчок... Из первого сезона. Эм... Я жить там на названии, подскажи. Ой, они конкурировали с Зеленым Зайтроном в мультике. Это два... Две поп-звезды. Эм... Зелен. Зелен, да. С... Эм... Зелен Зайтрон, волчок. И... Эм... Золотистый такой красивый. Анубион. Да? Сережа угадал его, ребята, скорее всего, по краям. Видите, какие у него резбленые края? И Сережа его угадал. Счет становится 8-6. Итак, ребят, Сережа угадал Анубиона. И счет становится 8-6. Походу, мама останется без телефона. Так, моя очередь. На лутроеку похоже, нет? Нет. Ой, это, наверное, этот Луинар второй. Потому что поэтому закрученный, закрученный этот у него наконечник. Луинар, мама угадала. Еще 8-7. Остается немного волчков. Закрывай глазки. Так. Вот этого ты точно не отгадаешь, ребята. Смотрите, кто у нас. Держи, Сережа. У него звездочка. Сразу. Сережа. Да, молодец, Спрайзен. Сережа сразу хотел сказать Спрайзен. Потому что он, ребята, немножко... У него тут две такие, как косы по бокам. А посерединке он немного приплюсывает. И поэтому его, конечно, легко угадать. Нет, мам, я нащупал звездочки. Вот эти. И понял, что это спрайзен. Да, да, звездочки нащупал. Молодец. Все, ребята, счет становится 9-7. И мамина очередь. Молтроект. Дальше волтроект В2. Как ты угадала? Ну, по этим и этим крыльям его. Очень легко, ребята, угадать его по крыльям. Волтроект В2. Ребята, и счет становится у нас 9-8. Сережа лидирует. И если сейчас Сережа выиграет... Это мама останется без телефона на неделю. 9-8. 9-8 счет. Ребята, скорее пишите, за кого вы болеете. Пишите за маму. За меня. Ладно. Давай мне. А, все, твоя же очередь. А тут осталось... Ребята, осталось таких три сложных волчка. Даже не знаю, кого ему положить. Смотрите, кто у нас остался. Давай. Раз, два и три. Ну, я знаю, кого мы положим. Мы положим вот этого. Я надеюсь, Сережа его не сможет отгадать. Сережа, ну ты... Сереж, будь внимательным. Не торопись, потому что ты можешь проиграть маме. Острый корьяк. Кокосы. Как у Дуина. Ты думсайзер из первого сезона. Это точно он. Думсайзер? Думаешь? Открывай глаза тогда. Да. Ухотал, Сережа. Айх. 10-9. Это что, я теперь без телефона? Да. Ребята, счет становится 10-8. Обязательно пишите в комментариях, за кого вы болели. И напишите в комментариях, справедливо ли такое решение. Как теперь маме быть без телефона? Ребята, напишите в комментариях, какой челлендж нам снять еще. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok